Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». В эфире Дарина Игнатьева. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олимпиады Епифанова. Здравствуйте, Олимпиада Ивановна! Здравствуйте! Итак, с декабря прошлого года собственники жилья стали получать квитанции на оплату капремонта. Все ли жильцы многоквартирных домов сегодня определились, где будут аккумулироваться средства? Действительно, с 2014 года мы перешли к новой системе капитального ремонта. Данная система в нашей республике начала действовать с того момента, как была принята республиканская долгосрочная программа. Программа была принята в марте 2014 года. В течение шести месяцев собственники помещений должны были определиться, каким же образом они будут накапливать свои средства на выполнение капитального ремонта своего многоквартирного дома. Значит, если этот отсчет пошел с момента официального опубликования программы, до конца сентября они должны были определиться, где и как, в каком банке они будут накапливать свои финансовые средства, вносимые в виде взносов за капитальный ремонт. Обязательство по внесению взносов возникло у собственников помещений по истечению восьми месяцев с момента официального опубликования программы. Размер минимального взноса у нас утвержден постановлением Кабинета министров Чувашской республики. На 2014 год он составлял 5 рублей 20 копеек и уже на этот год 5 рублей 50 копеек. Со следующего года данный размер составит 5 рублей 80 копеек. По законодательству собственники ниже этого размера принимать решение не могут, а свыше они имеют право. У нас есть такие многоквартирные дома, которые размер взноса утвердили в многоквартирном доме свыше минимального размера. Ну, эти дома в основном, конечно, накапливают средства на специальных счетах. У нас такие имеются. Незначительно, но имеются. Но среди многоквартирных домов, которые накапливают свои средства на счете рекоператора, нет таковых, которые, в общем-то, размер взноса утвердили бы свыше минимального размера. Какие же мы результаты имеем на сегодняшний день? В программу включены по республике 4732 многоквартирных дома. Из них 547 домов определились и решили, что они будут накапливать средства на капитальный ремонт на специальном счете. Оставшиеся 4181 многоквартирный дом накапливают на счете регионального оператора. А вот подробнее, кто же такой этот региональный оператор? Региональный оператор. Он создан у нас в республике и зарегистрирован в качестве юридического лица в октябре 2013 года. Называется некоммерческая организация Республиканский фонд капитального ремонта. Мы находимся по адресу Энгельца, 42А, город Чебоксары. Региональный оператор содержится за счет бюджета Чувашской Республики. Я думаю, это многих волнует. Не будут ли потрачены их средства, собираемые как взносы за капитальный ремонт на содержание регионального оператора. В общем, повторюсь еще раз, что региональный оператор содержится полностью за счет средств бюджета Чувашской Республики. Накапливаемые средства могут расходоваться только на выполнение капитального ремонта, на разработку проектно-сметной документации, на экспертизу этой документации и, конечно же, введение строительного контроля. На иной цели не допускается расходование средств, которые накапливаются на счете, как регионального оператора, и на специальных счетах, открытых собственникам помещений. Тема капитального ремонта сегодня, как никогда, актуальна. И уже со следующей недели начнутся первые работы ремонтные в многоквартирных домах. По какому принципу составлялась очередность домов, подлежащих капитальному ремонту? Мы, как все знаем, программа принята на 30 лет. Соответственно, спрогнозировать ее по годам довольно-таки сложно. И знать, что действительно, например, ремонтные работы не возникнут намного раньше, чем указано в самой программе, невозможно, можно сказать даже. Поэтому она актуализируется ежегодно. Ежегодно принимается краткосрочный план реализации республиканской программы. Первично краткосрочные планы, значит, принимаются на уровне муниципальных образований. И потом уже формируется и утверждается краткосрочный план по республике. То есть краткосрочный план реализации самой программы долгосрочной. Такой краткосрочный план у нас принят по 2014 году. И он переходящим является на 2015 год. В него вошли 281 многоквартирный дом по Чувашской республике. Работы предварительно составят, значит, в сумме 244 миллиона рублей. На сегодняшний день проектно-сметная документация на эти многоквартирные дома уже заказана. Мы на следующей неделе должны их получить от проектировщиков. И начинаем объявлять конкурсы по отбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта этих многоквартирных домов. В основном у нас, значит, запланировано по этому краткосрочному плану ремонт инженерных коммуникаций в многоквартирных домах. А решилась ли проблема комиссионных сборов за оплату капремонтом? И как это делается в других городах? Первые квитанции, платежные документы по взносам за капитальный ремонт до собственников дошли в конце декабря, в начале января этого года. За декабрь месяц. И такие же квитанции, такие же платежные документы собственники в дальнейшем будут получать ежемесячно. Пока, хочу заверить, что пока идет система наладки этой работы, пения начисляться не будут. Данный вопрос также обсуждался с муниципальными образованиями. Наш минимальный размер по Чуварской республике один из низких в Привозском федеральном округе. Есть и до 8 рублей и свыше. Получив платежные документы, у собственников возникло обязательство по внесению взносов за капитальный ремонт. И они обращаются по этому вопросу. Это значит на почту России, в Сбербанк, ближайшее отделение. И через любые кредитные организации они могут перечислить на счет регионального оператора. Главное, чтобы эти кредитные организации нам могли эти сведения предоставить. И мы могли учесть по каждому лицевому счету. Учет ведется по каждому лицевому счету, по каждому многоквартирному дому, хотел бы добавить, и по каждому муниципальному образованию. Средства, собранные в одном муниципальном образовании, не могут быть направлены на капитальный ремонт домов другого муниципального образования. Действительно, собственники, приходя уплачивать взносы, столкнулись с разными комиссиями. На сегодняшний день комиссию берут у нас и Сбербанк, и Почта России, и терминалы симметрии. Тоже переводят средства, люди оплачивают через сеть терминалов симметрии. И какие же у нас размеры комиссий возникали? По Сбербанку у нас 1%, при онлайн-платежах и через банкоматы 1% относимой суммы. Когда через операциониста оплата производится, то у них комиссия минимальная возникает в размере 20 рублей. А у Почты России минимальный размер, значит, это 10 рублей. Через терминал асимметрии комиссия 0,5% от вносимой суммы. На сегодняшний день это, конечно, выгодно. Но право у собственников самих, откуда они хотят, через какие сети хотели бы внести взносы за капитальный ремонт, как им удобно. И вот анализируя буквально январь и февраль платежи поступающие, количество платежей, поступающих через онлайн-платежи и через терминалы и банкоматы растет стремительно. Также мы ведем переговоры со Сбербанком и с Почтой России в отношении снижения комиссии. Пока еще, конечно, этот размер комиссии остается открытым. Спасибо большое за интервью. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» была генеральная директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олимпиада Епифанова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»